У нас 10-дневный сбор, все время проходит в двухразовом режиме. В определенные дни мы делаем одноразовые тренировки, а так в основном двухразовые. Наша задача и за эти сборы поднять физические качества в тактическом плане, ну и, естественно, посмотреть в психологическом плане, как ребята выдерживают, потому что все эти сборы мы делаем первое для того, чтобы подготовиться к чемпионату, развивать этих ребят наших. И, естественно, этими сборами мы показываем, как в дальнейшем, кто из этих ребят упадет в главную команду, как все будет происходить в главной команде. Тренировки у нас интенсивные. Я очень доволен ребятами, как они проводят тренировку. На каждой тренировке полнейшая самоотдача. Я могу так сказать, когда ребята приходят условно на тренировку один раз, ну, понятно, что они получают образование футбольное, но когда все-таки чем отличается сбор от просто, когда приходят тренировку. Во-первых, это и своевременное питание, это подъем, и давление меряют, меряем всегда. Плюс у них есть время для отдыха, то есть они покушали, приехали, отдохнули. У нас обязательно тихий час, они находятся в комнатах, отдыхают, кто книжку читает, кто спит. Хочется посмотреть, как ребята общаются, как ребята между собой, потому что даже за эти 10 дней, он все равно, они все вместе, они сплачутся. То есть мне задача еще в отношении, чтобы был сплоченный коллектив. Сборы, я считаю, что очень полезные в этом отношении. Сборы, я считаю, что очень полезные в этом отношении. Прижимай, а я мучаюсь от боли, за своей любовью фотографии в альбоме. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой крови. Не остаться в этой крови. Сборы, я считаю, что очень полезные в этом отношении. Здесь, где сейчас мы располагаемся, живем. Здесь раньше, больше 30 лет назад, была база Гумсельмаша. То есть перед играми сюда команда заезжала. Мы здесь жили. Перед игрой готовились к игре. И отсюда ехали на игру. Раньше, конечно, это был пятизвездочный отель. Это был директорский домик так называемый. Поэтому здесь условия были, конечно, шикарные по тем временам. Это 88-89 год. Сейчас, конечно, немножко уже не то. Совсем времена прошли. Сейчас более другие условия. Но все равно, я считаю, для детей и прикоснуться к истории. Потому что когда-то где-то в этой комнате, условно, Пантелеев жил. В этой комнате Шинкарев, Лапицкий. То есть, ну, скажем так, легенды гомельского футбола. И сейчас на их местах эти молодые ребята живут. То есть, как бы, связь поколений у нас здесь проходит. С чем хорошо сбора? Это, во-первых, эти все ребята под контролем. Под нашим. Мы видим, что они делают в быту. Мы их изучаем. Общаемся очень много с ними. Вот. Если так уже брать по распорядку дня нашему, то у нас 7.50 подъем. Обязательно медобследование. То есть, сюда входит, мы меряем давление и их вес. И так проходит ежедневно. Давление у нас меряет Андрей Михайлович. Вот. Вес у нас меряет Виктор Васильевич. После этого мы идем на завтрак. И где-то в 9.45, 9.50 у нас отъезд на первую тренировку. После тренировки мы приезжаем, обедаем. Виктор Васильевич. Виктор Васильевич. Вам еда нравится? Да. А где вкуснее? Дома или здесь? Дома. Достаточно этого? А вы кроме этой еды еще что-то здесь покупаете себе? Да. Расскажите, что вам? В ладу клюшу. Вечером чай. Вячеслав не может купить. А пиццы там какие-нибудь? Да, в кафешку иногда заходим. С 14.00 до 16.00 у нас тихий час, все ребята отдыхают и в 5 часов, где-то в 5.15 бывает так, что на 15 мы смещаем, у нас вторая тренировка, ужин и свободное время, в свободное время ребята могут пойти поиграть в бильярд, в теннис. Ну я люблю прийти в бильярд, поиграть с пацанами в теннис. Кто у вас лучше всего играть в бильярд? Бильярд? Ну наш тренер Виктор Васильевич делает бильярд, играет с нами, приходит. На интерес играем? Да, на интерес играем, там кто 7.0 проигрывает под столом, я один раз попался уже, пришлось под столом ползти. Ну если вы заметили, даже у некоторых книжки есть, то есть они тоже читают, это очень хорошо. Ну да, бывает телевизор смотрят, там сериалы какие-нибудь идут, книги тоже читаем, на тихом часу обычно спим, после первой тренировки отдыхаем, ко второй готовимся. А книги где больше нравится? Ну про футбол, конечно, больше читаем, на автобиографии какие-нибудь. Могут после второй тренировки, если погода позволяет, купаться, сходить. Ну пока тоже получалось лишь пару раз, потому что погода не позволяла. Пляж тоже рядом, буквально тут 100 метров пройти. Условия, скажем, хорошие. Для детей, почувствовать, для многих, для всех, это первый сбор. Такое, что с заездом, двухразовыми тренировками, все в новинку им. Ну втянулись, в первые дни тяжело было им, но сейчас вроде бы как втянулись. Пока втянулись, уже в принципе через два дня уезжать. В первое время было сложновато первые два дня, а после уже все привыкли. Мне нравится больше проводить время с командой и проводить тренировки, как сейчас проходят. То есть это время проведения, которое у нас сейчас, оно мне нравится больше, чем дома. Вечером здесь дискотека проводится для отдыхающих. Тоже можно пойти прогуляться и просто послушать музыку. Если у кого-то силенки есть, то они с удовольствием приходят и танцуют. То есть это, я думаю, для детей это тоже очень хорошо. На рыбалку ходите? На рыбалку каждый день, конечно. Что уже словил? Я ничего не лоял. Есть человек, который словил веща. Вот такого? Нет. А вот Арсений Коновалов, можете его заснять. Да? Да. Вообще мы... Покажу размер. Хорошо. Есть. Это местная машина. У нас там созданы достаточно хорошие условия. Но у нас открылся рыболовное семейство. То есть они берут удочки, спокойно могут половить. Система штрафов как таковых нет. Но в первый день немножко ребята недопоняли, поэтому пару человек попались на штрафы. То есть не вовремя легли спать. Поэтому раз не вовремя легли спать, то у нас была... Одна тренировка была в 6 утра. Да. Было такое там один раз, пацаны. Кто-то там нарушил правила и вставали в 6 утра там. И шли на зарядку там. Вокруг бегали. Корпуса. Ну и потом последующие уже дни уже все ребята вовремя и к отбою, и к тихому часу. А что вам запрещают? На тихом часу ходить кому-либо. Еще в телефоны нельзя сидеть, когда хочешь. Только с 8 вечера. Телефоны, ноутбуки забираются, чтобы они не отвлекались. Оно выдается в определенное время. Если так, то оно выдается с 8 вечера до 11 вечера. Они могут позвонить родителям, пообщаться с кем-то, там поиграть в какие-то игры условно определенные. А так телефоны они забираются. Время, когда можешь смотреть телек. Тогда телек смотрим, включаем там. Морские дьяволы любим смотреть. Ну, торгишное время. Цоя можем послушать. Ну, разные у всех там. Кто-то Максиму... Макс Корж там слушает. Ну, это же у тебя, у тебя что? Ну, мне нравится Макс Корж. Если любая композиция нравится, что старая, ну, музыка. Вторая. Ну, берга, целая, это вот. Ну, это две новые. С репера. Ну, и получается какая-нибудь англоязычная музыка. Ну, включили музыку, как бы. Все любят, ну, слушать музыку. А тут команда, едем уже и попеть. Ну, кто-то начал петь. Подхватили пацаны и так получилось, что всей командой начали петь. Ну, тяжело было вещи стирать первые. Это самое главное. Потому что здесь самому надо их стирать. Вот это вот. А так, здесь команда, все вместе, друг друга знаем. Там, мы играем в игры разные. Да, они после первой тренировки, у них есть определенные средства. И они стирают свои вещи. Я думаю, это тоже пойдет огромно на пользу. Потому что в доме понятно, что они пришли, скинули. И занимаются, мама занимается стиркой. Да, а тут они сами самостоятельно. И могу сказать, с первых дней, вот первая тренировка прошла, они уже все самостоятельно стирали и все подготавливали уже непосредственно, условно, на следующий день в этой форме. То есть, вот, потому что у нас требование такое, что на футбольное поле выходить на тренировку, и ты должен быть чистым, опрятен. Меня очень радует, что эти сборы прошли без травм. Я считаю, это самое главное. Потому что нагрузка, предоставленная ребятам, была очень хорошая. Да, интенсивность очень хорошая. И самое главное, что ребята к концу сборов обходятся без травм. То-то-то, то-то. То есть, если без травм, значит, в моем понимании, значит, мы тренингский штаб, наш правильно двигаться, правильно распределять нагрузку. В пользу случаем хочу поблагодарить руководство в лице Дроздова Василия Андреевича и всех остальных работников клуба за предоставленную возможность. Потому что, ну, на самом деле, я надеюсь, и что в последующее время все возраста наши будут выезжать. Это мы первые, которые выехали. Это, можно так сказать, как первая ласточка, которая прилетела, да. И нам все нравится. Для роста наших молодых ребят нам надо уделять огромные средства определенные, да, и огромное желание, чтобы эти дети в дальнейшем росли и пополняли нашу команду. Владимира Владимировна Редактор субтитров А.Семкин